Окончательное снятие списков с выборов ставит крест, с нашей точки зрения, это не аксиома, не догма, может быть услышаны другие мнения, но нам кажется, что это ставит именно крест на возможности развития для партии. У партии перестают быть интересы к участию. Условия для развития многопартийности начинают ухудшаться, и это признают практически все участники круглого стола. Хуже всего малым партиям, ведь им вряд ли удастся собрать необходимые подписи с населения. Таким образом, они в принципе лишаются возможности участия в выборной кампании. Принято считать, что вот эта реформа нанесет в первый удар по левым силам, поскольку очевиден рост симпатий к левым партиям. Но, на мой взгляд, пострадают все партии, в том числе и партии власти. Потому что так она в конкурентной системе должна себя совершенствовать, быть ближе к людям. Кстати, именно желанием партии власти поменять правила игры в свою пользу после неудачи на выборах эксперты объясняют появление новой системы. Якобы это позволит сделать депутатский корпус подконтрольным партией власти и предсказуемым. И даже аналогии приводят. Представьте себе ситуацию, когда в какой-нибудь видоспорте, например, в футболе, команда-победитель имеет право чемпионата. Имеет право потом менять правила игры в своих интересах. И, соответственно, перед следующим чемпионатом она смотрит, что там у команд противников, какие сильные стороны. А давайте мы примем правила, которые эти сильные стороны обнулят. Ну, например, мы знаем, что эта команда хорошо играет головой, а мы хуже играем. А мы примем правила, по которым запретим играть головой. Смену правил игры не приветствуют и те, кто феерично победил в кампании 21-го года КПРФ. Но и по новым правилам они готовы сыграть. Слушайте, мы наглядно продемонстрировали, в том числе на выборах в законодательное собрание, что сегодня мы научились побеждать по округам. 15 округов сегодня. И в том числе в городе Рубцовске из двух одномандатных округов два взяли коммунисты. Как отреагирует на смену системы выборов сами жители, многим тоже понятно. Низкая явка населения – давно показатель отношения к выборам в принципе. У нас так люди обмануты, люди неоднократно причем обмануты. Люди разочарованы во всех этих процессах, которые мы с вами пытаемся реализовать. И очередным этим шагом мы просто-напросто всю эту систему добьем окончательно. К слову, в Барнауле менять систему выборов пока не планируют. Видимо, всех все устраивает, считают эксперты. А вот в Рубцовске 3 марта пройдут общественные слушания по внесению изменений в городской устав. Публичные слушания пройдут 16 марта и в Бийске. Только после будет принято окончательное решение, по какой системе пройдут сентябрьские выборы. Очередной круглый стол тоже намечен на март. После слушаний партийцам, общественникам и политологам будет что обсудить. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.